Кристина Надоненко – топовый самарский пластический хирург. В день проводит до пяти операций. Утром липосакция, после обеда – коррекция бюста. Признается, работу свою любит, квалификацию повышала. В Москве, в Питере и даже Париже. Клиентам важна ее квалификация. Тело Кристины украшает не одна татуировка, причем большинство из них на открытых участках тела. Да, вот есть вторая татуировка. Это тоже из адреналина. Мой любимый тоже персонаж. Связано тоже с медицинской частью. Клиентки приходят, да, клиентки. Первая вот у меня одна девочка была, она просто забила все тело, и настолько было все красиво, как-то я начала присматриваться. Сейчас, ну, это, наверное, новый виток моды. Сейчас, ну, фактически у всех есть татуировки. Это никак вообще абсолютно не влияет. У меня татуировки где-то около трех лет, и вообще никто никогда не задавал вопрос, если только какой мастер, кто мастер. Раньше кололи только заключенные и солдаты, теперь границы напрочь стерты. По данным в ЦИОМ, тату имеет всего 11% россиян, но почти каждый третий представитель молодежи не против приукрасить свое тело. Растет спрос, растет и предложение. Конкуренция в индустрии, признается мастер тату Влад Скуб, становится жестче. Настоящий бум случился за последние пять лет. Порой в мастерскую заглядывают самые неожиданные клиенты. Есть представители уже и пенсионного возраста. Недавно ко мне приходил дедушка, ему 70 лет, мы ему делали тигра на плече. Были учителя. Мы как-то между собой иногда шутим, что через лет 20 кто-то будет идти. Фу, она без татуировки, что такое. Однако не все готовы делать тату на видимых участках тела. Те же учителя, артисты и публичные деятели предпочитают не афишировать рисунки на собственном теле, все чаще скрывая их под одеждой. Что разумно объясняет специалист по имиджу и этикету Анастасия Камышева. Все-таки людям, которые хотят быть врачами и делать в этом направлении определенную карьеру, тоже, наверное, я бы не рекомендовала. Тот, кто планирует государственную службу, тот, кто занимается педагогикой, потому что это всегда будет немного дезориентировать детей, подрастающих поколений. Это всегда будет таким неким препятствием в коммуникациях с обычными людьми в обычной жизни. Возможно, именно проблема коммуникации с другими людьми, в частности с работодателями, приводит к тому, что каждый третий человек в итоге избавляется от тату. Кто-то жалуется, что не понравился сам рисунок, иные на чувство дискомфорта. По мнению экспертов, к решению сделать тату нужно подходить крайне обдуманно, особенно если вы ищете перспективы карьерного роста. Не стоит забывать, встречают по одежде. Впрочем, не исключено, что через 5-10 лет к людям с тату станут относиться толерантнее, и это никак не повлияет на их успешную деятельность. Гульфия Сафина, Максим Гусев, Николай Епифанов. События. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!